Старт дан одному из самых массовых пеших состязаний. Второй год подряд сотни амичей присоединяются к Всероссийскому дню ходьбы. Идут все – школьники, студенты, пенсионеры, мамы с годовалыми малышами, спортсмены и политики. Вот уж действительно доступный спорт. Дистанция – три километра. Чтобы пройти ее, не нужно особой подготовки, что называется соревнование в свое удовольствие. Теплый солнечный осенний день, приподнятые настроения и, конечно, хорошая компания, чтобы, как поется в одной из песен, было вместе весело шагать. Сегодня такая прекрасная погода. Это вообще чудненько. Молодежи очень много. Прямо смотреть приятно, что молодежь принимает участие в таких мероприятиях. Это прекрасное настроение, прекрасная погода. И вообще среди молодых себя чувствуешь моложе. Несмотря на то, что сегодня праздник, это День пожилых людей. Поэтому мы решили тряхнуть стариной. На трассе в этот день можно было встретить людей разных. Кто-то предпочитал наслаждаться осенней прогулкой и природными пейзажами в одиночку. Многие шли парами. По дистанции успели обсудить важные темы. Были и такие, кто участвовали целыми группами. Я надеюсь, что наш состав еще будет более масштабным. Сегодня немножко мамы испугались погоды. Но на самом деле погода сегодня вообще отличная. И очень хочется, чтобы больше мам присоединялась к таким классным спортивным мероприятиям. Это мировая тенденция. 25 лет весь мир поддерживает ходьбу. Вот такой активный образ жизни. Я думаю, что если будет погода способствовать, конечно, 1 октября спаде неустойчиво для погодных условий. Но если это весь мир принимает, я думаю, что и мы это будем поддерживать. Наверняка они будут втягиваться в этот процесс. И кто-то начнет с ходьбы. Сегодня было у людей такое желание перейти на бег, и это нормально. Это, я думаю, что, естественно, физическое желание. Если ты идешь, идешь быстро, она или поздно на бег перейдешь. Пусть с ходьбы кто-то втягивается в бег, и от бега будут делать это регулярно. Наш регион вошел в число территорий, которым доверили стать одной из федеральных площадок по проведению Всероссийского дня ходьбы. Олимпийский комитет России, как один из главных вдохновителей мероприятия, полностью доверил области в организационных вопросах. Это действительно был непростой конкурсный отбор, потому что поступило более 30 заявок от регионов. Мы посчитали, что Омск давно достоин проведения подобного мероприятия, как Всероссийский день ходьбы. Потому что здесь славные традиции спортивные. Здесь очень много заслуженных мастеров спорта, олимпийских чемпионов. Поэтому Омск давно заслужил проведение Всероссийского дня ходьбы. И, наконец, сегодня мы поздравляем Омск с успешным проведением мероприятий Всероссийского дня ходьбы. Каждому, кто финишировал, выдали дипломы. А бумажные браслеты, которые участники получали при регистрации, организаторы опускали в лототрон. По окончании спортивной части дня ходьбы определили обладателей подарочных сертификатов от одного из крупных спортмагазинов. Кроме того, каждый участник сразу после прогулки на свежем воздухе мог восстановить калории, согреться горячим чаем и перекусить гречневой кашей с тушенкой, приготовленной на полевой кухне. Второй день ходьбы в нашем регионе можно считать состоявшимся. А организаторы призывают тратить на пешие прогулки и ходьбу как можно больше времени в своей жизни. Ведь движение и есть жизнь.